Друзья, всем привет! Сейчас в Южной Америке начинается сезон карнавалов. И мы с вами поедем на один из них, но здесь, в Аргентине. Первый карнавал, который здесь проходит в городе Гуале-Буанчу. Сейчас мы с вами стоим на автовокзале, и у меня уже в руках билеты. Билет туда-обратно мне вышел в 6600 песо. Мы уже в автобусе находимся. Поездка предстоит в районе 3-3,5 часов. Если что-то за окном будет интересное, я вам обязательно покажу. А так, до встречи в Гуале-Буанчу. Себя, отъедем уже около 2-х часов. Нам где-то осталось до Гуале-Буанчу ехать еще полтора часа. Хочу пейзаж вам показать, чтобы вы понимали, что мы с вами наблюдаем за окном. Пейзаж практически один и тот же, ничего не меняется. Такие вот кустовые деревья стоят где-то вот, их нехают. То есть, все вот в таком виде. Единственное, что еще у нас, если там деревни где-то есть недалеко от красы, то здесь мимо ходят коровы, лошади там пасутся. А вот вижу баранов несколько штук. Но в целом, вот такие вот деревья. Ну, тут вот елки, кстати, какие-то. Не елки, а, не знаю, гуловые какие-то деревья. И всю дорогу вот так, вот так, вот так. Ничего не меняется. Ну что, мы уже приехали в город. Вот на таком вот двухэтажном автобусе от компании Noel Express. Не повезло нам, конечно, с местами. Сидели наверху, немножко подукачало меня. Ну, все, сейчас выходим в город и идем дальше в квартиру, которую я арендовал на этот уикенд. Вот такими одноэтажными, максимум двухэтажными домиками встречает нас в Гуале Гуанчу. Ну, сейчас разгар дня, время четвертый час. Солнце в пике, практически в своем еще. Естественно, пока все, ну, так, относительно закрыто. Что-то работает, ну, киоски вот работают, да, какие-то бытовые вещи, они закрыты. А так, достаточно мило, уютно. Мы, это, прошу заметить, мы идем по одной из самых центральных... Ребята, смотрите, в машине, в багажнике. По одной из самых центральных улиц сейчас города. Ну, а потом, сейчас мы должны на одну из улиц вот так свернуть, пока идем дальше. Так, ну, мы уже подходим практически... к дому. Хотел еще такой вопрос. Я так понял, что у нас проезд подорожал в Буэнос-Айресе с нового года. Потому что вчера с меня взяли что-то 39 песо. Сегодня взяли что-то 40 с лишним. Я так понял, что проезд у нас вырос. Вот здесь вот такие вот одноэтажные домики по всему городу. А вот, кстати, какой-то автосалон подержанных автомобилей. В основном Fiat. В пульсвагенах очень много вижу, да. Тойоты встречаются часто. Мы с вами сворачиваем сюда. Про помойки я уже рассказывал, как они у них, видите, в таких железных коробчухах. И мой дом получается вот с левой стороны. Ну, сейчас какой-то из этих. Большой магазин детских игрушек. Тоже все закрыто. Оно, видимо, как-то расписание с 8.30 до 8.30. Ну, не знаю. Может, и работает, но вот сколько иду. В основном закрыты все. Очки продаются. Так. Ну, вот мы уже с вами подошли. Вот он домик, в котором я буду жить. Вот так вот он выглядит. Мило, мило, уютно. Сейчас посмотрим. Меня должна встретить Эстелла. Я быстренько покажу, а потом сделаю вам рум-тур по квартире. Вот она уже открывает двери. Все, ребят, давайте. Оля. Оля. Сейчас. Окей. Вот она нас ведет туда. Сама живет в соседнем домике, как оказалось. А здесь у нее сдаётся. Сама живет в соседнем домике. Кстати, Сама живет в соседнем домике. Ага. Получается раз. Ди, са, три. Ага, окей. Край, сейчас би. Би. Ага. Би. Ага. Окей, си. Вот так мы поднимаемся по лестнице, поэтому. И заходим сюда. О, какая светлая квартира. Так, сейчас я тормозу на паузу, потом ее провожу и вам все сниму, покажу. Так, вот Стелла мне сейчас должна дать имя и пароль Wi-Fi. А, все, скинула в WhatsApp. Ага. Оптика. Оптика. И пароль Eduardo. Eduardo 128. Окей? Да, gracias. Си, окей. Вот такой вот номер получился. Ну, это не номер, это квартира, апартаменты. Конечно, кухня мне, наверное, не нужна будет на два дня, но все же она здесь есть. Есть вот такая комната, две кровати одна выдвигается, есть кондишн, постельное белье, полотенце и санузел. Все чисто, аккуратно, свежо, никаких посторонних запахов нет. Ну, и самое прикольное, конечно, что есть балкончик. Вот такой вот на тихую, спокойную улицу выходит балкон. Я так понимаю, что у нее еще одни апартаменты здесь даются. Три штуки на третьем, ой, на втором этаже, получается, вверх поднялись, три апартамента в былое ABC. Сама она здесь вот, где я только что вам показывал, видимо, живет в соседнем здании. Ну, и вот такие вот апартаменты у нас получились за 8-10 баксов на две ночи. Сейчас я быстренько схожу в душ, потому что очень жарко. И будем искать, где купить билеты на завтрашний карнавал. Мы сюда приехали ради карнавала. В этих небольших городах Подмосковья вот в таких вот старинных домах располагаются. Либо гостиница, либо ночной клуб. Так вот здесь вот, как раз в таком здании располагается ночной клуб. Итальяно. Видите, какое красивое здание поддано под тусовку. Может быть, вечером дойдем до сюда, посмотрим, если сил останется. А так как я уже искал весь город, практически вот такие вот на двухэтажные здания. А мы идем с вами на речку. У нас сегодня день релакса, а завтра карнавал. Друзья, я не удержался. Во-первых, у нас короны в таких баночках, я не видел. А во-вторых, на улице, как я повторюсь, жаришка. Слушай, ну прохладное пиво, это вообще, конечно. О, смотрите, какая. Что за марка, интересно, кто знает. Вообще, погода классная. Сейчас прям в речке искупаемся еще. И вообще будет все замечательно. Потом надо еще билеты сходить купить. У нас же еще билеты не куплены на карнавал. 37 градусов сегодня. Причем, это даже не по ощущениям, а 37. По ощущениям я даже не смотрел, сколько. Ну, скорее всего, так же. Идем до речки, быстрее будешь дойти. Мне кажется, у меня сегодня ноги, блин, сгорели. Я еще не сказал, такая баночка короны стоит 430 песо здесь. Гуали, гуанчу. Мы пошли на центральную часть, на набережную города. Сейчас мы будем купаться. Я вижу, что уже народ там вон стоит в воде. И мы сейчас туда нырнем. Это будет первое плавание, так скажем, в Аргентине. Вы представляете, месяц уже прошел. Я здесь отдыхаю. В отпуск приехал, да? И то сейчас плавать будем не на океане, а в речке. О, боже, здесь и казино есть, ребят. Значит, мы с вами сходим. Вы же знаете, я любитель заглянуть в базартные заведения. Вот, вы посмотрите, вот он, местный пляж. Сюда приезжают отдыхать и из Бойны Сайреса. И тем более сейчас в выходные будет карнавал. Соответственно, народ собирается в городе. И мы с вами здесь искупаемся. Подошел, спрашивает. Попросил, сколько время? А я, блин, иду, пишу и не могу, когда меня отвлекают от записи. Ну, вот я вам сейчас поближе покажу. И вот здесь на въезде в город, и в самом городе, вот так вот, везде написано Гу-А-Ле-Гу-Анчу. Видите? И почему-то радужный флаг. Я не пропагандирую ничего, но так есть. Ты ничего не скроешь. Вот он, пляж. Видите, все норовятся попасть в камеру. Вот он, пляж. И мост, смотрите, какой мост красивый. Он тоже везде на фотографиях имеется. Ну, пойдемте уже и спробуем, и скупаемся в этой воде. Мы должны это сделать. Прямо сейчас камеру с собой возьмем и поплаваем. Вот, друзья, мы уже с вами спустились к воде. Понятно, что эта вода речная, и она не самая чистая. Но мы сейчас в любом случае пойдем с вами купаться. И я вижу, что здесь на протяжении всей реки, там вдали за мостом, тоже есть пляж. Тоже люди купаются. И народу к вечеру очень много. Я думаю, сейчас еще больше будет, потому что солнце зашло. Можно заходить в воду и выходить на солнце. Пойдемте плавать. Так, друзья, у нас с вами и первый тест для меня, как для человека, который пойдет в воду. И для камеры, которая еще не видела воду. Пойдемте. Блин, она как парное молоко, короче. Очень теплая вода. Несмотря на то, что она темная, на самом деле в ней купаться можно. Потому что это всего лишь из-за того, что дно такого цвета, да, песчаного. Купаться можно, вода теплая. Вот я захожу. Блин. Ну, давайте. Так, это я уже по пояс зашел. Смотрите. Не вижу смысла, конечно, камеру вниз спускать, но... Может быть, можно попробовать. Давайте нырнем. Раз, два, три. Блин, классно. Ощущение, как будто на море. Но мы не на море, мы всего лишь с вами в речке. Ну, ведь это круто. Кажется, как будто бы на улице должна быть зима, а мы плаваем. Вообще кайф. Отпуск — это хорошее дело. Неважно, где отпуск проходит, будь то это другой конец света или чуть ближе, но... Это классно. Ребят, я плыву грибу одной рукой. Подождите, сейчас... О, так, вот видите, я еще пока так надо встал, но грибу одной рукой, хочу чуть-чуть подальше сплавить. Блин, какой-то мусор. А вообще, я сейчас плыву и смотрю вперед, вот смотрите. Вот эта вот часть, вот эта часть, похожа на рудный. Там у них есть речка и набережная. А вот эта часть, вот эта вот, которая вот эта, вообще похожа на тропический райский остров. Настолько разные, разные. Гуали-гуанчжоу, гуали-гуанчжоу. Ну вот, мы с вами плаваем. Ой, давайте-ка я отплыву туда, где можно стоять. А то я где-то... А, глубине-я-я-я-я! Блин, чуть-чуть отонули. Грибу. Грибу, ну-ка. Ой, нет, еще стоять не могу, офигеть. Так, ща-ща-ща-ща, сейчас заплыву. Блин, мы еще до сих пор стоять не могут. Да ё-моё, что такое? Сколько можно плыть-то? Так, о-фу. Что, что-что? Что, еще раз? Нырнем? раз-два-три и это лужа смотрит улыбаться махать выставляет такой же не куда идут вообще блогеров не видят мы видим одни из первых с вами как которые приехали посмотреть город ну и самое главное событие у нас вами карнавал завтра карнавал сегодня мы следует город завтра поедем на карнавал так ну все мы поплавали теперь идем куда-нибудь перекусить а так мы до сих пор находимся здесь на набережной города гуалигуанчу изучаем городочек очень много вечера народу выходит днем мы шли сюда вообще никого не было практически а сейчас чувствуется что город ожил начинается движуха иду мимо вспомнил что казино здесь есть мы зайдем посмотрим как здесь выглядит без вас уж тем не скоро можно отдельный канал открывать по обзорам казино аргентины видите здесь нас казино встречает такой фигурой интересной ну и давайте зайдем посмотрим вон видимо и поесть можно пиво кофе напитки давайте зайдем снимать их как правило нельзя поэтому я на телефон там сниму друзья слушайте ну я вышел из казино вообще ничего автомата не дают то есть катаешь там допустим да если в бойный сайресе ты играешь идти ты там тысячу крутишь и можешь как бы еще и поднять то здесь просто съедает буквально вот за секунды даже поиграть не дает короче фигня в автомате сюда не ходите думаю сейчас поездит а время 7 вечера уже все кафешки закрыты абсолютно все туда сходили в ту сторону сейчас уже в ту сторону идем поесть негде а мы на минуточку уехали из бойный сайреса получается в 12 часов я съел один хот-дог за 7 часов и есть хочу все закрыто сейчас найдем где-то поужинаем и пойдем за билетами на завтрашний карнавал я хочу еще напомнить когда я говорю 1000 пет когда я говорю тысячу я говорю про песо то есть не 1000 рублей 1000 песо это где-то 200 рублей по нашему да получается и для тех кто путается в аргентине есть два курса есть blue курс и официальный курс мы живем по blue курса мы меняем доллары по blue курс по blue курс получается около 200 рублей 1000 песо поэтому те кто думает что я тут гоняю по косарю кидаю в казино нет это не так эта история не про меня я конечно могу поиграть в казино но но меру своих возможностей и вообще своих желаний поэтому все окей друзья вот такую пиццу заказал кальцион называется и внутри видите ветчина курочка вот эти оливки я уже попробовал ничего съедобное можно есть сыра очень много у них здесь они кладут но сыр кстати вкусный я просто очень сыр вообще не люблю в пицце в россии потому что он какой-то тяжелый а здесь ешь вот эту пиццу да с таким сыром и ничего заходит нормально аппетитно кстати все ужинаем идем дальше друзья ну что мы с вами поели видели пиццу сейчас мы с вами дойдем до кассы чтобы купить билет на завтра на пернавал ну и дождемся захода солнце и пойдем снимать вечерний гули гуали гуанчу кафешки начинают набирать обороты только закрыто сейчас люди начинают только-только открываться подходить 100 песо одна игра так и хочу достать себе какой-нибудь короче одна игра 100 песо три игры двести восемь пятьсот и семнадцать тысяча это 200 рублей за 17 игр блин не получилось то хотелось по ним брелочек для ключей ну ладно вот пойдемте дальше друзья здесь и для детей есть на центральной площади тусовочки ну и как и во всех городах есть хендмейт и всякие приколюхи игровых автоматов очень много но слушайте засунул пару сотен вот такие штуки типа достать думал игрушку там на она только что снимал вообще все по нулям такое ощущение что просто выкачь денег какой-то понимаете у народа даже не дает не зацепить ничего то же самое в казино блин закидываешь но даже поиграть не дает просто сразу же тебя выкидывает и также здесь ну эти понятные автоматы в них просто покататься а вот то что в которых можно поиграть действительно можно чего-то вытянуть выиграть вообще не получается понимаете вот отсюда вообще ничего не достать видимо так настроены автоматы на выкач и все знаю мне это не нравится вот смотрите засовываю жетон так вот у меня одна игра вот он даже не дает зацепить вот смотрите я не знаю такую попроще такого розового папа посмотрите он даже не дает просто все мимо вот давайте месси попробуем вытащить прикольно но я сомневаюсь что он тут даст это сделать ведь как обычно живая зацепляем но все вот просто выпускает но мы должны его вытащить потому что блин это же месси сейчас мы его за ноги короче вытянем по-любому сюда на выход месси нам нужен мы его с вами разыграем следующем видео давай давай так сейчас берем 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 тащим тащим месси блин ё-моё проиграно еще одну игру месси мы точно должны с вами достать у нас он идет на приз сейчас двоих сразу печально видите не получается пробуем за голову его взять за тело за голову за что туда туда подальше а то он сейчас не влезет давай давай ура 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 мэйкедда блять куда ты его понес падла ты куда его понес это че что такое мэйси держись мы тебя спасем мэйси почему мэйси не открылся где ты позови чтобы она пришла нам открыла нам нельзя уходить отсюда нам нужен мэйси скажешь и позови его сейчас надо его вытащить потому что ура ребят мы достали мэйси все сейчас берем его мы с вами мы сейчас с вами его разыграем в следующем эфире обязательно в этот эфир первый карнавал все подписываемся ставим лайки а в следующем видео мы разыграем рандомно мэйси друзья кто хочет мэйси ставим лайки подписку ну и ждем тетю тетя должна нам сейчас открыть и достать мэйси вот она идет с ключами короче сейчас она нам достанет его вот она пришла достает нам мэйси вот видите все ура мэйси спасен мэйси смотрите пешеходная эта улица где начинается чуть дальше от набережной вот мы получается подходим видите здесь дорога перекрыта и здесь вход на самую тусовочную зону хочу заметить при этом что и вы наверное увидели днем мы здесь шли по городу народу вообще не было то есть сейчас солнце только село время у нас 8 часов и начинается движуха начинает жизнь просыпается пойдемте посмотрим что там происходит здесь я вижу детские зоны прям большие где карусели всякие аттракционы музыка играет мы сейчас должны с вами понять что это за что это за место такое можно ли здесь насладиться отдыхом или здесь только река купание и больше ничего давайте все это оценим так здесь что у нас брама шесть штук а нет это не брама какое-то пиво другое шесть штук ой три штуки за 600 песо нормально по 200 песо пивас видите как интересно уже начинается музыка везде парижа жарят мясо для гостей города ну короче такое ощущение что мы с вами где-то небольшом городке нашей необъятной родины здесь то же самое палатки палатки шашлыки только здесь не шашлыка парижа дискотека музыка народ гуляет вот друзья смотрите какие сарделины жарятся огромные на костре а здесь эмпанадосы 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 это вообще фирменное блюдо аргентины они бывают мясные с курицей с сыром это видимо луковые кольца картошка то есть это все основные блюда аргентины здесь очень любят хот-доги потому что хот-доги встречаются практически везде чай маты здесь очень любят и пьют его я пока не понял прикола чай маты но мы еще с нами попробуем чай маты обязательно так а вот у нас какая-то группа поет и танцует и все это действие происходит немножко с другой стороны то есть река шла как бы углом вот так вот и эта тусовка а вы посмотрите каждый придет свой стул ребят то есть нет здесь никаких скамеек ничего то есть абсолютно любой желающий может принести стул поставить его и сидеть наслаждаться представляете посмотрите каждый со своим стульчиком а городу как много вы посмотрите здесь сидят с той стороны все занято по ходу дела намечается такая тусовка неплохая на завтрашний вечер у нас знаете с этой стороны видите смотрите летает дрон камеры посмотрите на дисплей телевизора сколько народу здесь сейчас находятся это нет наверное я вас обманываю спуле наверно здесь были не могу понять то ли они все разные то ли они здесь были интересно давайте дальше пройдем и все это на берегу реки видите а с той стороны дорогие отели я тут смотрел один из них но решил все таки остаться в центре города потому что мне бы очень долго приходилось оттуда добираться сюда на тусовку поэтому мы с вами остались в центре города и отсюда уже будем вести трансляцию по карнавалу завтрашнему ребята смотрите у нас получается сцена с той стороны и все как бы скопления людей туда ближе к сцене но вот если развернуть камеру посмотрите те кто не хочет громкой музыки они ставят свои стульчики немного дальше от сцены и вот здесь вот уже сидят отдыхают представляете блин так необычно это так колоритно это так по аргентински но при этом экраны есть несколько экранов вот первая зона экрана вторая зона экрана и кстати колонки есть то есть ты можешь садиться даже сюда очень хорошая организация пойдем все таки до билетной кассы у нас цель с вами продавал ребята подписываемся ставим лайки у нас будет конкурс мы разыгрываем с вами месси все правильно все идут со своими стульями то есть я не я правду говорю что не стоят стулья для людей а просто все несут свои стулья и садятся отдыхают представляете как интересно да то есть несут холодильники свои вы посмотрите а в холодильниках пивас здесь кока-кола все холодильники нескольких 5-6 стульев кто-то везет даже чтобы комфорта расположиться всей семьей офигенно просто здесь тоже какая-то тусовка сейчас мы подойдем посмотрим что здесь санитарные зоны вот есть туалеты поставлены для людей видите вплоть до сюда мы уже как далеко отшли с вами от сцены но видимо народу столько настолько много что вот прям вот сюда будут здесь будут сидеть люди чтобы могли насладиться звуком и картинкой их вот так там здесь ставят да все правильно все несут с собой стульчики холодильники очень круто крутая атмосфера такая праздничная добрая прям вообще у меня вон мурашки на руках очень классно а мы пойдемте с вами возьмем пивасика продолжим смотрите как здесь красиво вечером будут светиться лампы сейчас их не видно потому что солнце закат у нас а так вечером будет очень красивая здесь зона думаю что здесь люди будут наслаждаться отдыхом в том числе ребят я хочу вам немножко открыть тайну завтрашнего карнавала карнавал это магия поэтому эту магию немножечко вам приоткрою вы посмотрите какие декорации уже там есть мы с вами должны чуть-чуть их увидеть а завтра мы в полную меру ощутим посмотрите какие декорации просто ангар и здесь строятся декорации для завтрашнего карнавала смотрите какие перья уже вижу посмотрите как все будет завтра интересно я вижу золотые цвета желтые яркие фиолетовые оранжевые перья 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 по-моему около ста тысяч перьев было заявлено на сайте карнавала поэтому друзья все подписываемся завтра будем смотреть карнавал вот так вот будет выглядеть завтра вход карнавальных групп я пока не знаю где будем сидеть мы ну вот это будет начало и весь карнавал пойдет в ту сторону мы сейчас идем с вами купим билеты я хочу чтобы вы посмотрели как выглядят трибуны сейчас и как будут выглядеть трибуны завтра давайте это вместе оценим подписывайтесь ребят подписывайтесь чтобы не пропустить первый карнавал в Аргентине хочу завести вас в закулисье вот так вот выглядит если брать уже совсем близко-близко трибуны то с той стороны начнется все шествие и будет идти в эту сторону туда в конец мы взяли билеты на одну вот из таких трибун я так понимаю ну вот вот эта часть может быть вот эта часть мы можем на любую подняться сесть и все это для вас снять полным ходом идет подготовка я думаю мы с вами завтра насладимся этим карнавалом полностью друзья билеты куплены 3400 песо стоит билет на трибуны завтра мы с вами насладимся карнавалом 3400 это где-то около 700 рублей всего вот но на сегодня мы с вами день заканчиваем всем спасибо кто посмотрел видео я вас всех обнимаю у нас с вами конкурс не забывайте подписывайтесь ставьте лайки в следующем видео после карнавала мы с вами обязательно разыграем нашего Месси спасибо я です а до 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 Субтитры сделал DimaTorzok